всем привет и так наконец-то вам удалось нас вернуть мы снова перед вами до моляли вот и маленькое событие но для нас оно большое это 10 тысяч подписчиков на нашем канале собственно поэтому мы решили возобновить наши посиделки михаила кстати по-прежнему зовут михаил до мир вот и если у вас есть на полках место мы сейчас будем разговаривать о новинках о фигурках коллекционных всяких крутых штуках которые скоро появятся в продаже поехали hot toys продолжают работать над линейкой по мстителям эра альтрона соколиный глаз масштабе 16 в новом костюме с огромным количеством аксессуаров и с обновленным скульптом лица к мистеру тони старку в 43 броне от тех же hot toys вопросов нет никаких разве что только к цене фигурка железного человека в масштабе 1 к 4 явно претендует название жемчужина коллекции и кстати за возможность взаимодействия фигурки с аксессуарами в виде останков альтронского воина лично мы накидываем еще кармы компания катабуки тоже не осталось в стороне и показала железного человека в своем формате артепык статуэтка отлично покрашена обладает системой подсветки и устанавливается на стильную подставку комичные виниловые матрешки от фанка новая линейка дорпс стражи галактики и злодеи той же галактики все улыбаются и заставляют улыбаться всех вокруг также компания фанка продолжает играть на ностальгии выпуская небольшие подвижные фигурки серии reaction на этот раз фигурки из пятого элемента выглядит странно но любители всего винтажного скорее всего оценит и этот релиз страйдер и огар из мультиплеерного шутера titan fall реалистичные настолько насколько это вообще возможно компания 3 zero отвечающая за выпуск этих фигурок гарантирует что все будет выглядеть точь-точь как в игре и даже лучше еще 3 zero показали своих первых черепах по фильму 2014 года леонардо и микеланджело в масштабе 1 к 6 глядя на этих двух мутантов правда начинаешь верить и в мутаген и в говорящих крыс и в измерение икс и весь этот черепаший суп снова комиксы batman modern age премиум формата от сайдшоу collectibles невероятной красоты статуя в масштабе 1 к 4 сделано из искусственного камня и покрашена вручную ограниченный тираж и бла-бла-бла все это мы уже не раз слышали и кажется что даже видели однако если у вас нет коллекции по-настоящему крутого бэтмена эта статуя будет в самый раз тем более что батаранг прилагается впрочем как и мачетто к джейсону вурхесу из 3 части 13 пятницы в том же премиум формате для поклонников человека паука сайдшоу готовит кошку в бриллиантах красиво богато и даже сексуально бога войны кратоса мастера компании gaming heads решили усадить на трон ореса дескать хватит махать клинками посиди отдохни а мы посмотрим серьезные статуи из искусственного камня для фанатов серии god of war и наконец скорпион и саб-зира смертельные враги и потешные плюшевые игрушки от компании mesco про башкотрясов тоже забывать не стоит mesco за mortal kombat взялись всерьез и судя по всему надолго а скульпт гермиона грейнджера мы с вами обсудим с глазу на глаз давайте сразу с большого и крутого да это же это человек костюм марк 43 уже формате 1 то есть нет формат 1 4 мы меньше не впервые железный человек формате вообще очень мало было и просто хочется сказать что это пожалуй лучшая фигурка и за неделю и за последнее время вообще наверное лучше скульпт дау невозможно да я бы помню что марк 4 было офигенный скульпт но это было вот 1 6 фигурка и последующие костюмы по скульпту до последующей фигурки айронмана они должны были быть вроде как лучше потому что там следующие модели да все таки там опыт вот но этого не произошло и вот как раз в один к четырем они сделали скульпт который вообще и круче марка 4 я думаю но тут над живьем смотреть но судьбу вот про проработки лица то есть масштаб больше и вот каждая морщинка просто каждая складка там какие-то ямочки у него на лице вот все это видно ну супер и выражение лица офигенное что очень важно потому что в каком-то марке он там такой улыбался да да все таки да у них конечно персонаж такой улыбчивый да то есть тенни старк но тем не менее фигурку хочется как-то вот такую серьезную до коллекционных групп она была быть серьезный с серьезными щами такими многие пишут почему ваш фигурки стоит так долго вот мне кажется надо просто показать им одну вот эту фотографию именно этой фигурке потому что ну просто больше никто так не совершенно верно то есть ни одна я уже сто раз говорю да всегда говорю кто спрашивает ни одна игрушка не даст вам такой схожести с актером реально то есть все деньги не только там киждов костюм там марки они вообще наворочены да все открывается покраска там подсветка это все конечно да это стоит денег но вот но самое главное это скульпт если скульпт неудачный то здесь все в порядке можно покупать смело чем я вот не знаю кто-то конечно собирает соблюдает формат до масштаба только один к шести фигурки вот вот один к четырем зачем нет да ну ничего нельзя сказать если у вас нету коллекции вообще фигурок по мстителям и есть деньги лучше купить вот такого то есть это стопроцентная удачная покупка будет такая фигурка вас долго радует потому что все прелести коллекционной фигурки в эту фигурку заложен покраска подвижность подставка опять есть да я немножко добавлю там в лучших традициях марк 7 выдвигались нам ракеты из корпуса там тоже будут немножко по-другому выглядит и там снимают и костюм другой да пластины снимаются с корпуса видно что там под ними этот экзоскелет видимый как в некоторых марках было да был закрылки подвижные как у того же марк 4 все навороты которые только были там они есть и что круто в этих наворотах еще под этими пластинами я вот на фотографиях это видно там есть подсветка то есть не только реактор до светится и глаза но еще и под пластинами то есть там вот эти все механизмы очень здорово сделано ладно в эту фигурку конечно можно много говорить но я думаю что мы поговорим о ней когда если она у нас появится мы очень надеемся на это вот дальше продолжаем по мстителям ход то есть намереваются выпустить вообще фигурки всех персонажей которые входят во второй состав команды включая новичков этих самых брата и сестру знаменитых и даже вижу на все впереди и самого альтрона в этот раз это старый привычный персонаж хоукай в исполнении джереми реннера скалины глаз вот давай раз да тут смотришь на его лицо и думаешь кто этот парень вообще не уж так не знаю не он в отличие до старка там ходим четырем этот честно говоря конечно это вот такой да палка двух концах кто-то возможно видит в нем актера но мы мстители смотрели понятное дело да и с хоукаем в принципе неплохо знакомых но не он может быть мы не правы но для нас не он никак не он никак не он вот надо долго перебирать кадры чтобы найти хотя бы на фигурку сама отличная сама по себе да да надо сказать что у него новый костюм фильме будет и здесь он показан у него другой лук немного по дизайну точнее не лук а колчан и там даже добавить такой забавный аксессуар как лоу вот есть понятие лодер когда быстро зарядить обойму тическое оружие тут он быстро стрелы заряжает короче он прокачался такой получил достижение быстрая зарядка до быстрая зарядка и опять вот как в релизе по первым мстителям есть куча наконечников для этих стрел можно баловаться менять там все эти варианты если это все считать за аксессуар каждый наконечник то считаю что это очень много ну вообще аксессуар много и очки и всякие прибамбасы то есть оснащен и вооружен паренек там кому не нравится лицо можно очки одеть он как-то по-другому да есть очки да вполне вполне ну в общем так про фигурку что сказать обычная принципе фигурка 1 6 неплохая я думаю что для тех кто собирает всех мстителей то и этот вполне себе да и кто кто пропустил по первым мстителям не смог купить по каким-то причинам холка и в принципе персонаж тот же фирма тоже можно купить по второму фильме сразу и ничего не потерять ну и вот халка тоже да они же по альтрону делаю там в принципе халк лучше лучше намного мне сначала конечно немного вот я когда увидел фотографию шорты напрягали но потом посмотрел в трейлере как они выглядят в фильме нормальные модные шорты ну и скульпт у него лучший удачный ну ладно сейчас не ахалки дальше что у нас а комиксов пока не будем отходить до тогда я расскажу я расскажу про премиум бэтмена который сайт шоу не так давно показали вот честно сказать я уж не знаю но по-моему тут какая-то вообще кручу верчу запутать хочу потому что такой премиум уже был грубо говоря они взяли старый премиум чуть-чуть подделали перекрасили в другом стиле там значок подставка тоже с горгулями в принципе тот же кожаный мешочек только слева да это цензурно сказал но видно что чуть-чуть конечно переработали и лицо и ремень вообще другой значок другой расцветка но поза совершенно такая же осталась прежней поза дальше давай про кошку ты расскажешь я знаю ты женских персонажей михаил у нас очень любит и чтит и любит про них рассказывать поэтому ему слово насчет кошки уже из спайдермена да это снова коллекция джеффри скотта кэмпбелла художника которые специализируются на женских персонажах и он значит в его коллекции изображает всех девушек человека паука вот была мэри джейн уотсон была гвен стейси а потом еще была у него история солнце встречался с черной кошкой которая в десенок это уме на могу она блэк и вот собственно это она и всегда всегда хотя статуэтка вроде бы женщины всегда на всех этих статуэтках есть сам человек-паук как пасхалка такая от скульптора в этот раз это такой мячик в виде головы кстати вот я чуть-чуть поправлю это не мячик а клубок да то есть кошки же они играют с клубком и вот видишь текстура видна что это клубок в шерсти смотанный в виде головы на голову конечно не очень похоже но такой вот как бы маска его да 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 я почему сказал мячик она по поясе очень похоже на фигурную гимнастку у них есть упражнения с лентой с мячом и я вот подумал так как ты села но вы ногу выгнала ее так сказать самое какое же слово придумать вкусная часть тела действительно похоже на то что она занимается гимнастик очень интересно что жопу короче не крутая вылечу я хочу такой мы давно не видели со зрителями могу говорить хочу на супергерои а супергероем все можно ну ладно да и интересно что она сидит на на бриллиантах вообще какая девушка может и задницей на бриллиантах сидеть таким можно зачем она как бы воровка в общем автор решил сделать так это статуя не слишком маленькая обратите внимание что она еще в розовый цвет как популярно сегодня обозначать у девочек все розовый розовый планшет и розовые телефоны но не у всех к счастью не у всех все розово так о следующем сидячем персонажи и только это уже не женщина-кошка а брутальный кратос из гадов вор сидит он на троне бога войны ореса задумчивый с таким задумчивым но брутальным выражением лица и таких статуи две эксклюзивная версия и обычная в эксклюзивной версии статуй кратос сидит в доспехах выпускает его компания gaming heads да которая специализируется на статуях героев видеоигр танка они делали очень клёвого по left вот это ну вот вот теперь и кратос они вообще делают только игры за это благодарны потому что по играм на самом деле фигур гораздо меньше чем по фильмам все еще хороших фигурах серьезных серьезных маленькие фигурки выпускают много причем выпускать а вот что-то такое серьезное для взрослых потому что понятное дело что сейчас игры я не хочу сказать настолько они даже слишком популярны то есть и перебивают и кино и играют и люди всех возрастов поэтому если какой-то такой дядька сидит до серьезный фанат газа фор но я думаю что вряд ли он посмотрит как так на маленькую фигурку кратос там детскую да ну то есть не детскую конечно но очень маленькую а тут такая серьезная статуя можно поставить там студии на работе там ну и дом естественно такой витринные так сказать экспонат замечательный скульпт отличный но у них хорошая работа бы поэтому нисколько не сомневаемся что и кратко будет очень 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 эффектный а слушай мы про еще одного эрнон забыли от катабуки раз уж мы помстили давай быстренько в пару до катабуки тоже включил фигурку за мстителями 2 делает свои статуэтки неподвижные не было замечательно анонсирована раньше замечательная скульптурная композиция халп против халк бастера очень халк бастер вообще вызывает ажиотаж да причем неважно от какого производителя я вот даже знаю что лет это уже выпустил набора конструктор до своих альтрона там там набор с халк бастером просто обалденный то есть халк бастер очень крутой и и всем очень нравится кто собирает легнуть так вот это мак 43 такой же как его ход то есть соответственно ну понятно дело только там не на неподвижный вот тогда подвижный фигурки но сам костюм в принципе детализация и подсветка достойно и подсветка как не знаю что в ней нравится во первых мне нравится цена она намного фигурка будет дешевле чем от вот то есть ценовая политика катабуки мне нравится что подставка каноничная то есть ничего не стали выдумывать а уготип сделали вот это очень здорово то есть iron man на подставке виде логотипа это супер покупаешь и все часто так ну да мы забыли просто не сказать поэтому сказали в общем да можно мстители собирать и он катабуки тоже только вот от hasbro собирать не нужно их надо просто покупать если у вас есть дети на я думаю что наши зрители hasbro наверное не собирают хотя вполне слушай сегодня столько комиксов давай еще миш малышей вот этих вот это у нас фанка дурбс у них была серия легаси коллекшн но такая даже чуть лучше неки говорят фигурки классические ну подвижный у них свой дизайнерский винил вот славилась этим фирма там бэд робот в том числе точнее кид робот это ответить и чтобы они нашли дизайнеров небольшой студии они с ними сотрудничают никто говорит что это просто дочка фанка сами собой сотрудничать там в общем дебри какие-то сейчас везде дебри бизнесе в общем фигурки в них очень забавный дизайн то есть они все равно деформеры в принципе голова больше тела но как дело на лицо отличается от просто от поп винил по-другому немножко все такие улыбочки какие-то фанка вообще свинила много работала и тогда вот просто еще одна серия выглядит так снова похоже на матреш они очаровашки на самом деле словах дурбс это я вычитал что это от слова от этого было английского только там игра слов получается это то есть такие очаровашки вообще но и будут недорогие ну да и надо сказать что на этой фотографии это линейка по стражам галактики если вы не узнали тех матрешек вот это зеленый матрешка это гамора это сразу не сказали по стражам грудь енот грудь енот и все остальные главное что грудь енот есть пара синих личностей а не узнаваем а вот еще тогда давай скажем у них есть серия reaction мы когда-то про него рассказывали это ретро фигурки которые косят под фигурки которые выпускали американцы это вообще мы я вот даже тут принес показать да выглядит пугающе и устрашающе но если подумать то к этому простите за выражение уродство нужно вообще-то и можно и нужно относиться с пониманием как вот михаил правильно сказал это фигурка фигурки то есть это ностальгия это сделано в стиле старых фигурок такие фигурки даже можно не вынимать из блистера просто до собирать блистри то есть это по фану похоже на кеннер на старые там вот фигурки от hasbro еще что хотел сказать вот еще слово ретро да в названии они берут очень старые фильмы которые мы не то что забыли но как бы подуспокоили да по которым по некоторым вообще фигурка нет у них был переполох в маленьком китае в этой же серии ретро экшен я по этому фильму не знаю фигурок может дамир знает а мне фильм когда-то в детстве очень нравится такая забавная дагоняц джеки чан посещает я что хотел сказать такая вот по поводу вот этих фигурок до серии reaction вот в россии коллекционеры такое не понимают к сожалению многие не понимают может быть многие понимают но также многие и не понимают потому что российский коллекционер кто собирает фигурки да они любят вот чтобы было дорого-богато роскошно и на такую мелочь внимание даже не обращает ну не знаю мне нравится я честно говоря покупаю фигурки для души уже давно а вот эта гонка который вот у меня больше у меня круче да у меня там терминатор хищник еще хищнее там вашего то есть это как-то вот среди российских коллекционеров присутствует какое-то соревнование какая-то гонка кого дороже у кого лет фигурка более редкая и так далее и вот на такие фигурки у нас почему-то внимание не обращают хотя есть люди слава богу которые и playmates покупают черепашек потому что черепашки от playmates да они детские они игрушечные но тем не менее они считаются каноническими и ничего плохого в этом нет многие фигурки редкие несмотря на то что да они были когда-то игрушками а сейчас они представляют но реальную коллекционную ценность в определенных кругах вот к чему я черепах заговорил о playmates хочу про черепах рассказать о компании 3 zero по фильму прошлого да ну что сказать фильм конечно детский фильм для фанатов то есть человеку скажем так со стороны я не думаю что этот фильм на него произвели какое-то такое сильное впечатление ну детское и развлекательное кино с рейтингом все понятно но черепахи там есть и тех кто любит черепах фильмом остались довольны я это точно знаю я хочу сказать дизайн пугал пугал дизайн дизайн этого фильма у них фильм он особенный такого раньше не было они стали такими быками в хорошем смысле такие были в комиксах то есть на самом деле черепашьей вселенной вот этот вот как говорится черепаший суп это целая такая огромной кастрюли и там по дизайну каких только нету они и брутальные какие-то арты рисовали почему все это как бы с комиксов пошло в фильме свой дизайн но они тоже брутальные здоровы ты прошу как я сказать я чё-то прямо разговорился я очень люблю черепаху это меня прямо на счет черепах заткнуть если фильм такой как бы средний то конкретно как они сделаны мне очень нравится сам дизайн персонажей там доработали какие-то индивидуальные аксессуары они вот ты правильно сказал они вообще все индивидуальные у них одежды и так далее у кого жрели там на зубов акулы у микеланджело там вообще весь такой тинейджер там и кроссовки там на себя каким-то образом наделал свою ногу бамбуковая броня самурайская какая-то кулинарная да что касается дизайна и что касается компании playmates который как я уже сказал считается каноничный который выпускает черепах очень давно и постоянно фильмовой дизайн из нового фильма он сложный а playmates черепашки а playmates они игрушки и в игрушках нельзя просто передать нормально такой сложный дизайн и на мой взгляд playmates фигурки по новому фильму конечно не получились я понимаю что детям конечно пофигу на это но нам не путь мне очень нравится черепашки playmates старых серий до оригинальных там по мультсериалу по комиксам все очень клево но по фильму не то пальто вообще но тем не менее фильм получился для фанатов отличный так хороший и фигурки хотелось и вот компания 3 zero выпускает фигурки показали тизер там леонардо и микеланджело микеланджело со скейтом 1 к 6 до подвижной фигурки в общем мы хотим сказать но это и видно по фотографии что они как фильме и возможно даже лучше да меня единственное напрягает подвижные соединения которые закрыты вот резиновым так сказать кожухом да и сверху как вот масло body уход то есть ноги они сделали с суставами шарниры видны а руки натянуты сверху кожа как поведет себе эта резина при сильном сгибе руки тоже непонятно как это будет выглядеть потому что на фотографии позы вроде как такие нормальные там этого не видно вот то есть раньше масло body то есть там и трескалась она и по моему это до сих пор продолжается в некоторых фигурках то есть в резине на самом деле ничего хорошего нет я понимаю что каждый студия пытается сделать как лучше чтобы фигурка смотрелась круто но ребят фигурки коллекционные фигурки не дешевый и когда ты покупаешь фигурку такого уровня хочется чтобы она тебя пережила как говорится ну вот поэтому к материалу конечно надо относиться очень серьезно из чего сделано но так выглядит здорово я лично себе конечно хочу сказать постараюсь купить но все-таки куплю мне очень нравится будем ждать когда покажут остальных возможно там смотря как они будут продаваться возможно и шредер будет и сплинтер будет мне очень очень хочется что то что на плеймейт не передадут внешность но они попытались может быть из резина получилось а там есть что передавать есть что передавать да причем детям-то пофигу на господи как их зовут сейчас сам забыл тоже ехать меган фокс вот да меган фокс здесь им-то на меган фокс пофигу ну кто покупает плеймейт да а взрослым фанатным черепах на меган фокс хотя ты знаешь многим не нравится где вот значит это рыжие волосы где желтый комбинезон ребят это кино кино нужно реалистично все делать вряд ли бы и приводил такая наш по-настоящему ходил бы в таком желтом комбинезоне с ярко-рыжими волосами но это бред в обычной жизни в реальной жизни она была углядела как клоун и с ней бы дружили только черепахи и никакой там не кейси джонс и не верно там и вообще и на работу бы и даже не взяли если она в таком виде пришла а в мультике возможно все с черепахами понятно дальше утрезира тайтан пол следующий титан как называется страйдер следующий титан страйдер и огар видимо это огар его пилот там все светится там все двигается там все крутится и все это очень дорого стоит да я хочу сказать что страйдера насколько я помню на какой-то выставке уже показывали но связи вы все делают так неспешно то есть на выставке показывали а нос все еще нет и только тизер тизер приходит после выставки видимо недолго дорабатывают не спешат очень такая покраска утрезира ниш там это пачкают там что-то разрисовывают там вот это у них это они умеют насчет покраски как и три в общем-то вот роботы будут супер но все это дорого стоит как я уже сказал ну и соответственно размеру то там ай-яй-яй какие у этой всей вещи но только вот тайтан фол как-то так игра сама вроде там амбициозный убийца call of duty как все говорили мультиплеерный шутан крутой но все что-то поиграли постреляли там попаркурились и собственно все от резерв продолжает выпускать фигурки поддерживая но при их цене я говорю не знаю как это будет но классные классные они но дорого так ладно дальше mortal kombat у нас от компании меска на этот раз плюш и башкотряс как всем известно mortal kombat очень кровавая игра и детям не играть нельзя очень хочется то можно купить плюшевого саб-зира и скорпиона от компании меска их детям продадут с радостью если игру не продадут то такие фигурки продадут и башкотряс продадут так но по фотографии все понятно и все очевидно плюшевые смешные большими глазами белыми и с пухлыми ручками с тремя сколько тут раз два три четыре пальчика четыре пальчика таких в кулачке все нормально и небольшого размера что-то смеяться вот такую фигурку даже и взрослому хочется купить просто посмеяться именно она такая ну нормально бывает вот плюш не очень интересен а бывает плюшевые вот интересно действительно фигурки я помню подумал выпускала как эта компания сейчас уже не помню как а демона плюшева ну просто прелесть это же гейминг-хэдсы были наши да мне кажется да они же все по играм да гейминг-хэдс тебе виднее ты же у нас вестник кстати посмотрите у него брови прям мощные скорпионы и брови прям длинь брови да такие прям квадратные не вообще они мощные у них и кулаки как у папай моряка а у этих а вот башкотряса они шпината не доели да у этих да шпината не доели но мозгов видно с избытком в голове голову большие голову трясутся башкотряса скорпион вообще получше его и фанат морду комнаты многие считают что скорпион вообще получше всех и разработчики так считают как ничто так скорпион как статуи делать так скорпион не нравится скорпион ты за сабзира что много я забыли спросить пусть будет у тебя вообще никакого нет купил сабзира ну что еще у нас осталось по поттеру по поттеру и по поттеру и расходимся на гермиона процессе производитель который делает фигурки по гарри поттеру неожиданно в формате 16 16 любимым многим соответственно и качество повышается тканевый костюм миниатюрные аксессуары мёдла маленькая сова почтовые это компания стар эйс уже на пптс продается несколько фигур первых не помню кто там точно но продают да и они они хотят выпустить у всех основных персонажей и волан де морта в нескольких версий и северуса и конечно же нашу великолепную четверку рона точнее тройки рона Гарри и Гермиона кого я четвертого хотел в принципе ты хотел четвертого Хагрида или того кто играл в крысу да 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 и в общем на этот раз Гермиона и что радует проработка скульпта вот скульптор даже как сказать решил повыеживаться и показать как он хорошо работает господи я испугался что ты сейчас просто метнешь прямо это в объектив прям баааааааак после Mortal Kombat молодец фу руки аж вспотели да он там взял реальную фотографию из фильма наложил на фотографию скульпта и чтобы показать насколько у него все это совпадает ну хорошо но совпадает не но совпадает видно как у нас как бы считается что лучший скульпт это Hot Toys и меня радует что еще хоть кто-то в мире может делать тоже в каких-то моментах настолько же хорошо потому что правда у него там все ямочки улыбочка мне кажется когда он доделает прям будет у Гермиона да скорее всего но с одеждой я думаю не подкачают то есть это же 1 к 6 насколько я знаю в игруке там же скульптом да хотя скульпт это главный но с одеждой тоже тут лохануться нельзя потому что Гарри Поттер это замечательное кино и очень костюмированное то есть красивое да оно действительно художественное как в Стен колец так и много в фэнтези то есть тут когда ты снимаешь делаешь фигурку по таким франчайзам то тут косячить ай как нельзя и одежда да должна быть замечательной я добавлю что это совсем юная Гермиона это фигурки по первому фильму скорее всего по философскому камеру или там по первому второму то есть они еще совсем дети наши герои там будет когда Гермиона подрастет она немножко по другому будет выглядеть а это прям девочка пухлощокая такая ну посмотрим да на готовую фигурку когда сделают очень интересно слушай давай не будем расходиться есть такие важные еще новости я совсем забыл про Джейсона от Сайдшоу ну все ты забыл ты расскажешь я пойду а я и хотел про него рассказать нет ты сиди послушай тебе же нравится хоррор конечно я конечно понимаешь тебе больше нравится Крюгер и мне кстати тоже я несмотря на то что по гороскопу рыбы меня как-то в озеро к воде тем более в озеро Кристал Лейк никогда не тянуло а больше так к теплу к печи вот и мне конечно больше нравится Крюгер но тем не менее Джейсона я очень уважаю и преклоняюсь можно даже сказать перед его могучим видом слушай перед ним опасно наклонять голову можно без головы остаться нет перед ним вообще опасно стоять для него не то что там наклоняться надо бежать без оглядки кстати нет вас тоже про Джейсона очередной Джейсон Пятница 13 номер 13 будет Миш ты как Ленин сейчас будет будет этим летом начнут снимать к следующему году выйдет вот видишь а ты говоришь я сейчас разойдусь по Поттеру и я пойду смотри как ты вспомнил и про это и про то и про все ну в общем ладно по по премиуму один в четырем здоровый мощный по третьей части мне очень нравится я читал отзывы кто то там вот там что то это мы хотим всем нравится Джейсон зомби у меня был лично в коллекции премиум Джейсона из фильма Фредди против Джейсона купил я его как бы из за Фредди потому что они все таки там вместе должны были стоять два премиума Фредди и Джейсон это были супер статуи премиум формата но фильм как сказать но я не хочу сказать что фильм говно извините за выражение но он не серьезный не серьезный для фанатов но тем не менее Джейсон там в лучшем виде просто сделан и премиум был настолько удачный насколько это можно вообще представить там и волосы были натуральные у него снималась маска лицо было супер проработано и что самое интересное у него был проработан торс под одеждой у крюгера этого не было а Джейсона сделано то есть если кофту ему приподнять одежду там текстура кожи там кровь там царапины там порезы там вообще супер вот обалденный был премиум но я его как-то продал потому что ну все таки думаю вот выпустят хотелось крюгера другого более интересного да там еще кстати у этого Джейсона была мачете железная металлическая вот что тоже придавало жира так сказать здесь у Джейсона я не знаю пока из чего мачете но я думаю что наверное будет тоже металлическая отличная поза мне нравится он каноничный то есть он могучий ему не надо выкручивать каких-то там знаешь Джейсонов каких-то там хитрых позах этого ничего не надо то есть он прям как я не знаю колонна дворца здоровый тяжелый мне очень нравится я доволен и поставка очень интересная классная да я вот добавлю что это как бы фотография выставочная полноценного анонса еще не было мы еще узнаем металлическая ревневая мачета и какая-то точная комплектация да скажут обязательно насчет материала это вот была какая-то выставка похожая они показывали The Record of the Dead отличная версия и вот показывали Джейсонову но вот то что я вижу мне очень нравится я доволен то есть я думаю что фанаты старого хоррора и вот этих знаменитых киноманьяков в коллекцию вещь просто необходимая и будет и Крюгер то есть это будет вообще у сайт-шоу вот готовится вот эти вот настолько смачные релизы по хоррору да о которых ты говорил но это как бы отдельно да а вот именно по фильмам по классике ужасов Джейсон Крюгер и Пинхед да Пинхеда ждем сил нет если вот это все купить если денежки есть да поставить но это настоящая коллекция будет действительно настоящая коллекция я помню все на сегодня но только на сегодня надеемся что мы вернемся нет обещаем на этот раз мы обещаем что мы вернемся Может быть, мы как-то будем изменять формат по вашим желаниям. Пишите об этом в группе ВКонтакте нашей, подписывайтесь. У нас Инстаграм появился, да, все это вот в описании можно будет увидеть, пройти по ссылочкам, будем вас ждать, будем рады вас видеть. Все, на сегодня все. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok